По всей стране прошла всероссийская ярмарка трудоустройства. В Крайовой столице встретились работодатели и соискатели. Направления различны – пищевая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, торговля, общепиты, сфера услуг. На учете в Центре занятости Ставропольского края, в Краевом кадровом центре, состоит всего 5200 безработных. При этом требуется более 35 тысяч работников. В приоритете найти соискателей на рабочие вакансии. И больше всего требуется, больше 16 тысяч, это почти половина наших вакансий, это рабочие профессии, слесари, токари, водители. Электромонтеры 3-го, 4-го разряда, 5-го разряда. Также нам требуются сварщики, электромонтеры в другие службы, в частности в службу воздушных линий, очень востребованы сварщики и машинисты-экскаваторов. Недавние данные показали, что безработица в России обновила исторический минимум, однако такие мероприятия проводятся из года в год, чтобы поддерживать диалог между компаниями и потенциальными сотрудниками. Мы просто хотим привлечь внимание людей, жителей края, к тому, что у нас, какая у нас ситуация на рынке труда, привлечь внимание людей к тому, что есть такая возможность, что работа в крае есть, работы в крае много, есть хорошие работодатели, есть хорошие условия труда. Мы нуждаемся в кадровом составе технологов, конструкторов, операторов, сварщиков основных профессий, которые необходимы подготавливать производство, выполнять определенные виды работ и создавать новую технику. В прошлом году после ярмарки трудоустройства работу нашли более 1200 жителей края. Самое главное, по словам соискателей, получение зарплаты без задержек, как примирование, соцпакет, а также заинтересованность руководства в ценных сотрудниках. Я по образованию графический дизайнер, у меня многолетний уже опыт и высшее образование. Ищу, конечно, что-то по профессии, потому что я работала только по профессии, в области рекламы. Самое главное, люди находят по душе ту профессию, ту специальность, по которой бы они хотели работать. Это очень-очень важно, потому что встреча работодателей с теми потенциальными будущими сотрудниками, своими работниками и объяснение им, какие условия. Государство помогает переобучать и обучать безработных и предпенсионеров, мам в декрете, готовящихся выйти на работу. Мы выдаем гранты на оборудование рабочих мест для инвалидов, тем самым привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли правильно устраиваться. Есть у нас наставничество. В случае, если вы берете студента или молодого человека до определенного возраста, мы оплачиваем услуги наставника, который его обучает. Помогаем организовать общественные временные работы, финансируя полностью заработную плату в случае привлечения людей. Посетили ярмарку и студенты, будущие выпускники вузов и училищ, а также школьники, которым скоро предстоит сдать ЕГЭ и выбрать университет. Мы специально никаких ограничений по возрасту, конечно же, не ставим, но так сложилось, что коллектив у нас очень молодой. Средний возраст наших сотрудников – это 28 лет. Связано это с тем, прежде всего, что сфера очень инновационная, и она очень интересна молодежи. В ней очень интересно расти, развиваться. Второй этап ярмарки трудоустройства состоится на Кавминводах. Мероприятие должно собрать работодателей не только края, но и других регионов страны. Субтитры создавал DimaTorzok